Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачко! А я — врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг купить через интернет можно! А сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?» И рассказать, что будет, если заменить все напитки водой? Есть мнение, что если заменить все напитки водой — это легкий и быстрый способ похудеть! Причем похудеть без диет и тренажеров! Легко похудеть без таблеток и спорта! А также одновременно очистить и омолодить организм! Улучшить внешний вид кожи! Вылечить депрессию! Избавиться от многих других болезней! Уменьшить риск внезапной смерти! Экономить на лекарствах и продуктах питания! Вы спросите, что же нужно делать? А нужно просто пить воду! И все! Есть 9 основных бонусов, о которых многие говорят! О мнении врача-диетолога-натуропата вы узнаете прямо сейчас! Бонус 1! Что будет, если все напитки заменить водой? Говорят, что это поможет быстро сбросить вес! Это идеальный способ похудеть без диет! Вам всего-то нужно выпить 8 стаканов воды в день! И это как 8 километров бега труссой! Выпить 1 стакан воды или пробежать 1 километр! Что для вас проще? Более того! Вы худеете и экономите время! Даже если воду пить медленно, скорее всего вы легко обгоните с самого быстрого бегуна на дистанцию в 1 километр! А бег труссой со скоростью 8 километров в час отнимает примерно 600 килокалорий! Или способствует уменьшению объема жировой ткани примерно на 150 грамм! А если у вас более значительное ожирение, то снижение веса будет происходить в еще большей степени! Вам такая замануха! Нравится? На! Если вы заменяете водой напитки с сахаром — 600 килокалорий — это примерно 120 грамм сахара! Или 24 чайных ложки! И под критику попадают разве что сладкие газированные напитки! А самые распространенные напитки — чай и кофе! И многие пьют чай и кофе без сахара! При этом калорийность напитка невелика и мало отличается от калорийности воды! И если эти напитки заменить на воду — то вы не выигрываете в снижении веса, а уже активно проигрываете! Содержащийся в чае и кофе кофе стимулирует обмен веществ, очищение организма и способствует похудению без диет и тренажеров! Поэтому если говорят про все напитки — здесь немного лукавит! Бонус 2! Говорят, что если заменить водой все напитки — то вы ускоряете свой метаболизм! Если просто пить воду утром натощак! Всего 0,5 литра или 2 стакана питьевой воды натощак дает вам дополнительных 24% по скорости обмена веществ! Пить много воды утром натощак каждый день полезно! Но! Ускорить обмен веществ вода не может! Вода участвует в обмене веществ! Обмен веществ идет в водной среде! А сама вода не меняется! Если вы замените любые напитки на такое же количество обычной воды — вы ничего не получите по снижению веса! Если же вы увеличите количество воды в рационе — тогда действительно обмен веществ пойдет активнее! Но! Какой ценой вы знаете? Чем активнее обмен веществ — тем больше образуется свободных радикалов! Это понятно и ребенку! Обмен веществ — это не только обмен воды, а сгорание пищи в кислороде с высвобождением энергии Солнца! Питьевая вода свободные радикалы нейтрализовать не может! Поэтому просто увеличить количество воды в рационе — это активировать один из факторов старения! Более того! Увеличить количество воды в рационе не меняя ничего другого — это опасный самообман! Сегодня вес снижается, а продолжительность жизни сокращается! Но! Вначале вы видите только снижение веса! Бонус 3. Что будет если заменить все напитки водой? Утверждает, что тогда ваш мозг будет работать лучше! Просто употребляете воду — и вы питаете мозг лучше! Поддерживаете водный баланс — и будете работать эффективнее, продуктивнее, без усталости! Но! Вода — лишь отличный растворитель большинства необходимых для обмена веществ соединений! Если у вас есть ожирение — значит ваше питание не сбалансировано! Есть заметное глазом нарушение обмена веществ! Иными словами — ваш организм находится на уникальной диете! И если в рационе увеличить только количество воды — вслед за первичным улучшением работы мозга — очень легко попасть в депрессию! Вашему мозгу нужно несколько больше, чем просто вода! Бонус 4. Что будет, если все напитки заменить водой? Говорят, вода подавляет аппетит! И это факт! Часто не отличают чувство голода и чувство жажды! И многие рекомендуют при появлении аппетита вместо еды просто выпить стакан воды! С калорийностью 0 ккал вы получили бонус по снижению веса! Но! Не всегда! Если у вас было реальное чувство голода и снизился уровень сахара в крови — есть шанс попасть в гипогликемическую кому! Или надеяться, что в печени, где при ожирении есть жировой гепатоз либо стеатогепатит — включится глюконеогенез! Иными словами — ваша слабая печень включит выработку глюкозы из жиров и белков! В этом случае вода помогает похудеть, но ценой перевода энергетики организма — на более грязное топливо! Конечные продукты обмена углеводов — это угольная кислота, которая в виде воды и углекислого газа легко удаляется из организма. Конечные продукты обмена белков — иными словами называют трупные яды. И если ваш организм не успевает их выводить, как минимум нарушается работа почек, начинают болеть суставы, — активно выпадают волосы на голове! Один из конечных продуктов обмена жиров — ацетон! И если у вас появился запах ацетона — вы реальное чувство голода утоляли водой! И очень рисковали своим здоровьем и своей жизнью! Бонус 5. Что будет, если заменить все напитки водой? Утверждают, что простая вода для питья помогает выводить токсины и шлаки. Вода вымывает токсины и продукты распада. Омолаживает организм, защищает от раннего старения! Одновременно вы экономите на дорогой косметике! Очищение организма водой — это только очищение крови от шлаков и токсинов. А объем крови — всего 4-5% от массы тела. Находящиеся в клетках и санитоткани шлаки и токсины обычной воде недоступны. Просто в крови у взрослого здорового человека примерно 200 мл свободной воды. Иными словами, эта вода способна растворить какие-либо вещества. В кровь из кишечника попадает дополнительное количество пустой воды — ваш организм избыток воды выводит. Через почки с мочой, через потовые железы с потом, через органы дыхания со слизью. Иными словами, полное очищение организма от шлаков и токсинов водой провести нереально. А напитки это сделать могут! Бонус 6. Что будет, если заменить водой все напитки? Считается, что простая питьевая вода уменьшает риск многих заболеваний. И вы будете экономить на лекарствах. Если вам не хватало только воды, а все остальные необходимы вашему организму примерно 500 компонентов вы правильным питанием уже обеспечили — тогда этот бонус станет реальностью. Иначе вы перегружаете организм ненужной вам водой. И больше пустой воды в составе крови вынуждено перекачивать ваше сердце. Соответственно ресурс работы сердца будет снижен ранее. А при избыточном весе — как правило. Как минимум есть миокардиодистрофия или дистрофия сердечной мышцы. А как максимум еще и вегетососуистая дистония либо гипертоническая болезнь. Больше воды в составе мочи будут выделять и ваши почки. А они тоже имеют свой ресурс работы и также не восстанавливаются. Чуть больше пота, чуть больше мокроты в легких — это минимум. Вед-эдди системы страдают меньше всего. Иными словами — от врачей вы не уйдете. И из аптеки вы не выйдете. Просто в других кабинетах вам будут назначаться другие препараты, нужные вам в данный момент. Бонус 7. Что будет если заменить все напитки водой? Говорят, что вашему сердцу станет легче работать. Всего 5 стаканов воды в день снижает риск сердечного приступа на 41%. Вода снижает вязкость крови. Уменьшается риск тромбозных сосудов. Но! Только в том случае, если у вас в рационе было мало воды. Иными словами — не заменять напитки на воду. А нужно увеличить поступление воды на 5 стаканов в сутки. Именно об этом — это рекомендация. В других случаях не имеет значения — была у вас вода в напитках, а стала простая питьевая вода. Тем более, что чистая питьевая вода вязкость крови не снижает. Вязкость крови снижает только щелочная вода — в случае если вы знаете, как преодолеть кислый барьер желудочного сока. Но! Не торопитесь увеличивать количество воды в своем рационе. Возможно, вы уже употребляете нужное количество воды. А дополнительное ее количество как раз и нарушит работу сердца. Важный показатель — количество выделяемой мочи за сутки без применения мочегонных. Если количество мочи — 1-1,5 литра — вы употребляете достаточное количество воды. И кардиологический риск у вас от этого показателя минимальный. Бонус 8. Что будет, если заменить все напитки водой? Ваша кожа станет мягче и чище. Питьевая вода очищает и увлажняет кожу. Но! Вы заметите улучшение состояния кожи, если не будете заменять, а увеличивать количество воды в рационе. Это реально! Вернитесь к бонусу 5. Чтобы лучше понимать, почему влажность кожи поддерживается выделением пота. А количество пота зависит от количества воды в вашем рационе. Бонус 9. Что будет, если заменить все напитки водой? Вы реально сэкономите много денег на напитках! Особенно если не покупать воду в бутылках, а купить фильтр для воды! Такая вода для питья еще дешевле! Но! Если используется просто вода для питья, она в организме выполняет значительно меньше метаболических функций, чем вода в составе напитков! Понятно! Не всех напитков! Однако, если вы уверены в натуральности напитка — в этом случае у вас происходит не только очищение крови, как это делает обычная вода, а дополнительное вымывание шлаков и токсинов от клеток и соединительных тканей. А также вода в напитках позволяет обеспечить более правильное питание ваших клеток! Напиток содержит не только воду! Пить нужно только очищенную воду! И готовить напитки нужно только на чистой воде! Поэтому просто купить фильтр для воды мало! Нужно знать какую воду должен очищать ваш фильтр для воды! Чтобы не сделать мертвую воду! А также чтобы заменяя напитки на воду не навредить своему здоровью, нужно знать как пить воду на протяжении дня! А именно! Как пить воду утром натощак после сна! И какую пить воду утром лучше! Чтобы начинать день правильно! Также нужно знать как правильно пить воду перед едой! Во время еды! После еды! Чтобы не нарушить переваривание пищи! И у вас не появилось вздутие живота! Метеоризм! Либо не усилилось вздутие живота! Не проявился дисбактериоз кишечника! Не появился неприятный запах изо рта либо от тела! Не усилилось выпадение волос! Не появилась либо не усилилась боль в суставах! Также нужно знать как пить воду вечером перед сном! Как пить воду ночью! Чтобы не умереть от инфаркта либо инсульта! Нужно знать и другие особенности здорового образа жизни! Чтобы ваше здоровье как минимум не потерять! Такие видео есть на моих каналах! И если вы подписчик канала! Вы легко их сможете найти и просмотреть в удобное для вас время! А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычными подписчиками моих канала словами «Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения!» И пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео! Не забудьте поставить на него лайк! А я подумаю какие еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас! До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко!